Приветствую вас, друзья! С вами Назар. Продолжается у нас игра за германский рейх. Как видите, немного изменился цвет Австрии. Я тут поставил еще один сабмод, который меняет цвета вашим марионеткам. Я думаю, так будет чуть-чуть покрасивее. Эдера, кстати, тоже получила цвет Советского Союза, так как она является его сателлитом. Сателлит это такой более свободный уровень подчиненного государства. Марионетка, она же более привязана к своему сюзере, ну или так, как это сказать, в 20 веке. Итак, у нас выполнились Берлинские конференции, получили хорошее мнение фашистских стран относительно нас. Плюс 75, дальше идем по объятиям национализма. Теперь мы официально заявляем о нашей поддержке создания новой национал-социалистической партии Германии. Получим политвласть, опять мнение учится. Поддержку фашизма получим, получим нацдух, еще плюс 1% военнообязанного населения. Сейчас я буду идти полностью вот по этой ветке. Ну, говорят, что в 60-м году все вот эти наши ветки должны как бы исчезнуть, потому что в этом моде сделано так, что постоянно подгружаются новые фокусы. Например, если тут выборы, то там бы пошли какие-то другие выборы. Мы посмотрим, как оно будет. Я только надеюсь, что армейские, вот авиационные и флотские не исчезнут никуда, потому что мы их еще не особо-то и прокачивали. В Польше неспокойно. Польские металлисты в Познане объявили забастовку и выступили за демократические реформы и распуск коммунистического правительства. Хорошо, то, что в Восточном Блоке происходит восстание, это нас радует. Говорят, что в Будапеште готовятся тоже кое-какое восстание. Теперь нам доступна революция Восточной Германии. У них должно произойти событие про западные раздоры или борьба. Наши братья и сестры на Востоке смотрят на нашу новообретенную националистическую гордость, завистью и обожанием. Нам нужно поддержать их, давим то, с помощью чего они смогут присоединиться к нам. Давайте попробуем, что из этого получится. Даже интересно. Также у нас есть на границе с Австрией кое-какое государство, как Югославия. Там хорватские националисты отправляют нам письма с помощью. Это государство является нейтральным. Оно не входит ни в один блок. Можно было бы посмотреть и в его сторону, но сначала давайте решим вопрос Восточной Германии. Наша разведка нам не врала. В Будапеште действительно происходит восстание. Советские войска выдвинулись в этот город. Революционные социалисты захватывают власть венгерской столице. Но советские танки быстро подавят это восстание. Происходит революция Восточной Германии и, судя по всему, не принимают требования. Вот просто так? Серьезно? И даже никакого ответа от Советского Союза? Хорошо. Ну, давайте дальше протестовать против размещения странных войск. Мы также получаем очень много вооружений из Восточной Германии. Ну, вот, например, по истребителям было 100 в запасе, сейчас 300. Пехотные снаряжения плюс 28 тысяч. Было где-то минус 10 тысяч. На подготовке шло. Автопушек тоже вижу. Было около нуля. Получили 2000. Также увеличилась наша экономика. На данный момент у нас 36 военных заводов. Почти 4 слота на гражданской фабрике. Работает над постройкой новых заводов. Ну, и давайте теперь будем против Федеративной Народной Республики Ягуславии оправдывать цель на Хорватию. Попробуем взять под контроль это большое балканское государство. Заканчивается финансовый период. Ну, я это знаю. Вот, вот, таким вот окошком не объявляет, когда нам добавляются деньги в бюджет. Ну, и теперь мы видим, что у нас достаточно хорошая прибыль пошла. ВВП не удвоился, конечно, но где-то 50% добавилось. Ну, и сейчас по ВВП мы, наверное, догнали... Нет, все-таки не догнали еще Французскую Республику. Где-то на половине пути от Великобритании находимся. Кстати, у Советского Союза не такой уж большой ВВП. Примерно, как у британцев. Но у британцев все еще есть большие колонии. То же самое, можно сказать, и про Францию. Мы только догнали Италию. Но это все из-за того, что был реализован после Второй мировой войны. План, согласно которому разрушались все промышленные предприятия, крупные германские, засыпаясь в шахты, хотели страну превратить в аграрный предаток, видимо. Но не получилось у вас. Следующим фокусом станет аннексация СААРа. Еще более скребительным, чем все остальные территориальные захваты так называемых держав победителей, является передача СААРа под управление Францией. Так больше не может продолжаться. Видимо, произойдет обычная аннексация. Кстати, есть много нефти. Но вообще по нефти у нас полный порядок. Плюс 23 уже есть. Из забавных фактов, мы строительные материалы экспортируем в Израиль. И давайте, поскольку у нас появилось много гражданских фабрик, создадим разведагентство. Оно тут очень дорогое. 15 аж идет. И очень долго. Это происходит 200 дней. Ну, тут есть даже исторический, наверное, значок. Ну, что-то похоже на немецкое. После выполнения фокуса, СААР становится нашей территорией. Причем национальной. Ну, и он достаточно развит. По промышленному развитию. Надо посмотреть. Ну, а мы тем временем готовимся к наступлению на Югославию. Ну, и наконец-то выполняем фокус на воссоединение Германии. Раскол немецкого народа был незаконным и несправедливым. Теперь мы имеем достаточно поддержки со стороны жителей ГДР, чтобы добиться полного восстановления Германии. Вместо уберем этот национальный дух, военные ограничения НАТО. Сейчас не особо нас стопорит, конечно, минус 75 фактор войны безданного населения. Но все-таки 500 тысяч это не так уж и много. Получаем цель войны против Югославии. Мы давайте будем сразу ее объявлять. Отправляем им сообщение. К сожалению, мы не знаем, что тут находится у наших врагов. Отправим наши танковые группы в атаку. Их, кстати, пробивают. Скорее всего, югославские войска имеют противотанковые орудия в своем распоряжении. Авиация контролирует воздух. Я вот что, знаете, еще заметил в этом моде, какую-нибудь неприятную особенность, то, что дивизии получают большой штраф за движение из-за инфраструктуры. Вот я направил просто пехотную дивизию. У нас где-то там в тылу, где все хорошо. Она получает 30% штраф минус по инфраструктуре. Танки так вообще вот 50 получают. У них скорость 1 км в час. То же самое касается моторизированной пехоты. При этом я не особо-то и могу улучшать здесь инфраструктуру. Вот здесь можно, конечно, но вот здесь лимит троечка только стоит. Чтобы увеличивать этот лимит, это надо идти в промышленность. Вот тут до четверки можно только поднять за 200 дней, если следовать. И потом нужно ждать аж 65-й год, чтобы до пятерки ее поднимать. Пробивается танковая группа. Продолжаем наступление. Пока беру вот такие вот точные удары, не буду запускать полностью автоплан. И, кстати, мы выполнили фокус уже на воссоединении Германии. Минус по военнообездному населению ушел. Но людские ресурсы что-то не особо спешат пополняться. Может, еще не пришла мобилизация. Хотя нет, пополняются. Советский Союз какие-то проводит переговоры с Югославией в надежде, что это уменьшит балканские терки. Ага, уменьшит. Отрезаем небольшую группировку югославских войск на Австру-Венгеру, хорватской границе. Подождем, пока подойдет пехота. И двинемся танками вперед. И закроем этот котел. Пополняется фокус на фюрера Энста Рэмера. Генерал Рэмер сделал очень много для того, чтобы обеспечить власть Рейха. В интересах социалистической партии Рейха и самого Отечества решено сохранить его в качестве нового фюрера. Дальше мы можем выбрать между современным Блицкригом Доктрина, бонус получит, либо просто Опыт Армии. Ну, я возьму Доктрину. Опыт Армии, к сожалению, нельзя в этом моде тратить на то, чтобы увеличивать скорость исследования Доктрин. Только бонусы идут вот от фокусов, а Опыт Армии только идет на изменение состава дивизии. Причем даже нельзя, например, прокачивать танки. Вот если мы возьмем вот сюда, нажмем на создать вариант, то тут только можно переименовывать. Наши войска продвигаются в сторону Триеста. Должны сейчас забрать этот порт и сделать еще такое большое окружение. Сам город, кстати, отошел к Италии. Он, как вы знаете, после Второй мировой был свободным городом. Мы вот решили его отдать итальянцам. Вот еще четыре дивизии окружены, и мы начинаем закрывать это окружение. Давайте посмотрим по потерям техники. Да, 122 танка нами было потеряно. Достаточно большое количество, не считывая то, что мы производим 3 в неделю. Ну и теперь, я думаю, можно запускать автоплан. Иославская армия очень сильно потрепана, так что нашим войскам, я думаю, не составит труда ее уничтожить. Белград не прикрыт. 10-я дивизия панцергренадеров забирает этот город и продолжает движение дальше. Танки делают и вот еще один котелочек. Думаю, пока можно остановить автонаступление, потому что вот эти дивизии, они все равно сдадутся, после того, как мы возьмем победные точки. Вот и победа в войне. Захватили, вижу, даже танки старые, советские. Ну, нам они тоже пригодятся, возможно. Тут, кстати, очень много есть республик, которые можно освободить. Я сначала заберу себе. Там сейчас посмотрим, что можно будет освобождать. Можно, кстати, полностью Югославию создать. Давайте мы сделаем Хорватию отдельно и отдельно Югославию. Правда, тут отойдет Словения, скорее всего, в Югославию. Давайте посмотрим. Отпускаем Хорватию. А теперь Югославию. Или сделать все-таки Сербию. Но я бы не хотел их тут сильно дробить. Давайте, пусть будет Югославия. Радикальное Югославие, да. Ух ты! Шан Коннери. Да неужели? Вот это поворот. Ну и в Хорватии Антеп Павелич руководит этой страной. Ну, вот это можно будет отдать при помощи консольной команды, например, Хорватам. Сделать национальной территорией. Потом между сириями займусь. Ну что ж, наш альянс потихонечку растет. Одно, что плохо, то, что получается очень большой протяженный фронт против советского блока. И последний фокус из нашей политической ветки это Великий Крестовый Поход против Коммунизма. Но тут почему-то цель войны против ГДР дается. Логичнее тут было бы дать против Советского Союза, раз вы его здесь даете просто-напросто при соединении. Поэтому мы его выполнять не будем, ибо он бесполезен для нас. Дальше давайте займемся вот этой вот компьютерной веткой технологий. Получим вот тут бонусы. Как раз в 60-м году нужно будет исследовать многие технологии электроники и промышленности. Также у нас открывается разведагентство. Агентство, ё-моё, 120 дней, чтобы одного агента завербовать. Ну и сам шпионаж, кстати, вот тут очень переработан. Я так посмотрю, интересно, сколько дней он, но это требуется. 100 дней, чтобы один отдел основать. В Северной Африке разгорается война между французским и Марокко. Почему французским? Потому что французская республика имеет здесь большое влияние. А также Ривской империей, которая является националистической. Поэтому мы отправили одну дивизию на помощь этой стране. У них меньше войск, нежели у Марокко. Поэтому давайте будем пробовать пытаться помогать этой стране. Я думаю, танковая дивизия сможет это сделать. Но в Советском Союзе идёт оттепель. Никита Хрущёв решил освободить многих политических пленников в лагерях ГУЛАГа. В середине 1958 года, к сожалению, наши войска, которые пребывали в Северной Африке, не смогли добиться успеха в этой войне. Потому что марокканцы окружили возле Мелильи войска наших союзников. И их уничтожили, потому что тут не было порта. Две дивизии. И у нас тут осталась наша одна и одна союзническая. Таким образом мы не смогли ничего сделать, к сожалению. Поэтому войска вернулись домой. По фокусам мы сейчас сосредоточены на морской ветке. Взяли решение на покупку старых американских эсминцев и британских фрегатов. Ничего не появлялось, никакого сообщения насчёт этого. Возможно, чуть позже получим эти корабли. Восстановили Кельскую морскую базу. И сейчас мы идём по пути, чтобы получить ещё 4 верфи. Вот мы получим скорость планирования. И убрали на сдох, распущенный в МФ. Он давал штраф на исследование новых кораблей. Убрать финанс-дох, ночный кризис, к сожалению, не получится. Ибо нужно было брать фокус сотрудничества с НАТО. Да, много чего я потерял. Не взял этот бонус. Если будете играть, не повторяйте мои ошибки. Ну и пока что идём по пути формирования новых дивизий. Заказал 24 югославские дивизии. Гарнизоны формируются. Новые танковые дивизии. Которые я, кстати, буду увеличивать до сороковки. Потому что вот такой вот состав не особо хорошо себя показал. И войне против Югославии, и там в Африке. Мы еле-еле пробивали вражескую пехотную дивизию. Также начинается противостояние во Вьетнаме. А на данный момент коммунистические постанции владеют только одним вот таким вот небольшим регионом. В ТЛУ Республики Вьетнам. И у нас появились интересные вот такие вот решения. При помощи которых можно помогать Южному Вьетнаму. Но для этого нужно будет увеличивать их финансирование за счет наших налогоплательщиков. Нам на данный момент не особо это интересно. Поэтому пока отключим эту возможность. Добровольцев тоже не вижу смысла пасовать сюда. Ибо у коммунистических войск есть достаточно много дивизий. Где-то около 100 тысяч человек у них сражаются на поле боя. Пока что будем только следить за развитием событий. Начало 59-го года. Не знаю, что вам тут рассказывать. Пока что у нас идут по фокусам армейские ветки. Взяли вот тут бонусы на пехоту и на оружие для пехоты. Сейчас будем прокачивать финансирование Будды сферы. Возьмем бонусы на технологии поддержки, на оружие пехоты, на увлечение темпа в исследовании доктрин, опыта армии, модели бронетранспортеров и так далее. Политических пока что никаких нет. Для пополнения фокусов интересных появилась у нас тут югославская армия. Заняла она южный фронт. Постепенно падают доходы, потому что финансированные армии много забирает корабль. Вот у нас появился фрегат. Уже раскачали его до регулярного. Постоянно он находится на морских учениях, прокачивает опыт флота. Строится пока линейный крейсер, крейсер и фрегат еще. Верфей, правда, маловато, но нам пока не особо нужны корабли. Начал производить реактивные системы завопового огня, самоходные и зенитные установки. Буду добавлять их в танковые шаблоны, чтобы увеличить атаку по самолетам и по пехоте. По строительству занимаюсь также постройкой стационарного ПВО. Убежище гражданской обороны построил в Берлине. Инфраструктуру тоже потихонечку раскачиваем. Ну и плюс военные заводы постоянно строятся. Ноябрь 59 года. Выполняется у нас последний фокус на проектирование танков. Получаем очень хорошую скидку на исследование. Дальше я буду ставить, наверное, на производство военных заводов. Вернее, на строительство. 25% увеличивается скорость. Кстати, городскую инфраструктуру тоже можно будет построить. Где еще пока нет, тоже она увеличивается. Как видите, у нас пошел минус даже по прибыли в бюджет. Я разместил 7 дивизий горной пехоты. Она очень много сжирает получается. Ну и плюс, считайте, вот 6 танковых дивизий. Они тут увеличивались почти в 2 раза. 36 сейчас ширина. Я сюда еще добавлю одну ЗСУшку и еще одну ЗСУшку. Будет 40-ка. Вот такого состава я решил это сделать. Ну, ЗСУ она идет в противопехотную атаку хорошую. Ну и ЗСУ нужна для прикрытия. Потому что роты поддержки ПВО на такой большую дивизию, мне кажется, не хватит. Еще маленький совет вам. Когда будете играть в этот рот, производите очень много военных грузовиков. Очень много. Они нужны просто в каких-то дичайших количествах. Наверное, больше, чем пехотное вооружение. Ну, если, конечно же, хотите делать какие-то вот такие вот моторизированные части, а не обычную пехоту. Из интересного еще вот вам покажу. Тут есть такая вот открылась у нас ракета «Земля-воздух». У нее воздушная атака 35. Тогда как у обычной ЗСУ атака 18. То есть, в 2 раза выше. Но, правда, она по производству очень дорогая. Вот если посмотрим ЗСУшка 11, а ЗРК 40. То есть, в 4 раза она дороже. Не знаю, стоит ли заниматься ее производством. Потому что атакует она только в 2 раза лучше. Плюс, ЗСУшка еще имеет хорошую противопехотную атаку и противотанковую. Также ЗРК можно ставить на шаблоны корабельные. Но, правда, там не особо улучшается атака. Наверное, если полностью весь корабль завалить такими ЗРК, то атака будет хорошей. Ну и на этом давайте будем завершать эту серию. Я просто не знаю, что вам тут еще показывать и рассказывать. Единственное то, что завершилась война во Вьетнаме, победил республиканский Вьетнам повстанцев. Но, может, как-то дальше еще будут развиваться события. Также вижу, вот здесь идет пограничный конфликт. Здесь просто есть такие вот остатки республики. Юнанская антикоммунистическая клика. У нее, кстати, есть очень хорошие ветки на развитие. Можно идти в Бирму и пограничные конфликты устраивать различные. Также из-за интересного то, что Египет и Сирия объединились в Объединенную Арабскую Республику. Вот такое объединение действительно было в истории. Но там, вроде бы, еще и Ливия входила в него, точно не помню. Между Сириями я буду, опять-таки, выжидать создавать более улучшенную нашу армию. Ну и будем воевать как-то против советского блока. На НАТО я не пойду пока что. Допустим, что немецкое командование учло обшипки предыдущей войны. Пока нету флота, пока нет возможности воплотить в план Морской Лев. То бишь, втажение на Британские острова атаковать западные стороны смысла нет. Ну, примерно вот такой вот у нас план. Хорошо, на этом прощаюсь. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok